если вы искали плагин который позволит вам отображать внизу сайта всплыващее окно с предлагаемым контентом например сторонней статьи то есть другой статьи написали статью человек читает ее и чтобы например внизу была рекомендация вот тут как вы видите во всплывающем окошечке другой статьи причем этот плагин работает не только с контентом jumla то есть стать обычной статьи jumla он еще работает с диджей каталогом диджей каталог 2 диджей объявления диджей класса fields k2 easy block и компонент зу меня зовут федор васильев и подробнее об этом плагине в этом видео плагин называется диджей суда star и этот плагин от компании диджей extensions точка ком если вы следили за моими уроками я уже не первый раз делаю видео контент видео обучение по различным расширением от этих разработчиков у этого плагина есть и бесплатная версия я буду рассматривать про версию на момент записи видео я использую плагин диджей суда star 260 версия также имеется к нему русификация данный плагин посмотрим с вами как он работает с обычными статьями jumla а также я покажу его настройки с использованием компонента диджей объявлений диджей классы fields и так перехожу в админку сайта как обычно это устанавливается расширение менеджер расширение установить сначала я перетаскиваю вот в эту область плагин плагин успешно установился теперь я устанавливаю русификатор переходим в плагины у меня он на самом верху если он у вас наверху не отображается два раза кликните его 10 справа по айди чтобы отсортировать и он появился у вас на самом верху включаем его заходим в настройки и давайте по порядку разбираться значит вот этого не обращайте внимание это лишь служит для того чтобы обновляться через админку введя здесь лицензионный ключ в остальном моя версия полностью имеется настройки это про версия прежде чем мышцы с вами что-то будем здесь настраивать нам надо сначала увидеть этот плагин в действии но для начала вот задержка в секундах вот здесь вот вы выставите например одну секунду и нажмем сохранить и закрыть далее мы с вами пройдем на сайт на самом сайте мы его не увидим так как рекомендуемый контент в данном плагине он появляется только в раскрытой статье либо а в раскрытом продукте диджей каталога либо в раскрытом товаре диджей класса fields сейчас я на примере это покажу перейдем на главное что-то этот плагин заругался у меня на настройки модуля open server давайте я вам чтобы не тратить время покажу сразу на примере сайта который расположен на хостинге на этом сайте он меня тоже установлен здесь я вынес пункт меню статьи то есть хочу сначала показать вам на статьях если я сюда захожу здесь абы кабы не статьи не пойми чё статья политика конфиденциальности и просто набор букв и мой логотип но смотреть вот это вот страница вывода категории статей видите здесь вот подробнее здесь мы ничего не видим но например я захожу в политику вот эту статью и вот здесь вы видите пока еще невзрачное что-то уже есть то есть что-то уже появляется сейчас мы это с вами исправим то есть у нас с вами уже работает давайте пойдем по настройкам в настройках плагина тема если мы выбираем специальное то мы можем настроить цвет каждого элемента под себя это уже хорошо и давайте посмотрим какие есть варианты default обновляемся вот она у нас справа в углу такое симпатичное окно что мы здесь имеем здесь есть крестик закрыть при каждом обновлении сейчас это окно появляется причем анимацию можно менять здесь вступительный текст статьи заголовок и логотип можно перейти по логотипу по тексту внутрь той статьи которые рекомендуются в этой сплощи подсказки как только я захожу внутрь этой статьи мне сразу рекомендуется другая статья политика вы видите у меня здесь всего две статьи и соответственно если статьи будет много там можно выбрать в каком порядке будут вот так вот всплывать рекомендуемые статьи вы можете без меня поиграться с различными вариантами мне больше всего нравится вот этот последний вариант сохраняемся обновляемся он мне нравится потому что он вот здесь вот закругленный в двух местах а в двух местах там ровные углы то есть вот вы поняли смысл уже как это работает давайте теперь по настройкам соответственно если мы выбираем специальное цвет фона заливки например выбираем здесь цвет текста всплывающего окна например белый сохранить иду на сайт обновляюсь если настраиваемые вы будете использовать то вы можете здесь каждый цвет настроить я думаю вы здесь уже поймете здесь все на русском языке я оставлю вот этот вариант соответственно отступ задайте отступ от низа сайта но здесь по сказке все понятно в принципе я оставляю по умолчанию спрятать при прокрутке вверх я сейчас даже не могу посмотреть давайте перейдем в политику у меня стоит очень короткий посмотреть не могу статья должна быть чуть подлиннее чтобы мы это могли проверить соответственно здесь понятно из подсказки спрятать при прокрутке вверх если нет то прятаться не будет на ваше усмотрение показывает только один раз соответственно если опция включена то всплывающее окно не будет показано снова если пользователь его закрыл здесь тоже на ваше усмотрение задержка вылета в секундах задайте время задержки в секундах для вылета области предложений в случаях когда контента сайта слишком мало чтобы прокручивать страницу но я не знаю стоит ли тут стоит по умолчанию 15 я поставил одну секунду тип фильтра меню здесь вы можете исключить элементы меню или включить то есть все включено сейчас по идее везде где статьи должно показываться или исключить также можно здесь перечислить то есть там где не надо чтобы отображалась обрезать описание да нет соответственно это пригодится вот здесь идет обрезание у нас описание если слишком много и длина описания можете здесь поиграться с символами если описание нужно больше чем 200 символов но в любом случае обрезать его надо если же не хотите обрезать то ставите нет ну и самое интересное это появление анимации появления анимации исчезновения это когда мы на крестик закрываем закрыть сплыващие окно здесь такой большой ряд анимаций давайте посмотрим два вида анимации и скорость анимации нормальная с быстро слову медленно давайте посмотрим слоу обновимся вот так вот она из центра появилась и по закрытию вот так уехала соответственно здесь на анимацию выбирайте уже под себя сами по основным настройкам и прошлись дальше у нас имеются вкладки переходим материалы предложение материалов соответственно включить отключить следующая категория да нет вы можете задать вывод предложений из этой же категории который относится текущий элемент или из всех доступных элементов в отфильтрованной категории соответственно если следующая категория и вот нас категория то показывался в этой категории сортировка соответственно здесь выбираете как отображать тип фильтрации включить или исключить категория у меня одна только категория в ней две статьи здесь можете задать когда создадите дополнительной категории где нужно показывать или исключить показывать изображение да нет соответственно у меня здесь есть маленькое изображение специально загрузил ширина изображений без пикселей просто цифрами поставить ширину этого изображения то есть если хотите маленькая картиночка и текст заголовка материала соответственно смотрите картинку отключают текст заголовка материала это на самом деле текст плавающего окна я написал дэма вот у меня картинки нет вы помните здесь была картинка его здесь вот дэма напоминаю что там было написано когда здесь поле пустое сохраняемся по умолчанию там будет показан текст возможно вам будет это интересно то есть вы можете здесь что-то свое написать мы с вами разобрали настройки именно материалы то есть это отображение статей джума дальше у нас есть смотрите настройка эта интеграция с другими расширения которых я уже говорил диджей каталог если это расширение на данном сайте не установлена вы будете видеть всегда вот такое сообщение этот компонент не установлен ваши джума или он отключен соответственно к 2 тоже не установлен easy блок тоже нет зуб нет есть еще настройка предложений модулей позже разберем в этом видео и диджей классы field раз вы тут настройки все видите значит этот компонент установлен на этом сайте и действительно он здесь этот компонент стоит то есть мы с вами со статьями закончили давайте теперь посмотрим как это работает с объявлениями в данном компоненте то есть здесь все то же самое я захожу внутрь объявления любого объявления и у меня вот здесь вы можете видеть уже идет какая-то рекомендация то есть здесь вот мы можем с вами прокрутку проверить смотрите наверху пока человек находится мы ничего не видим как только я прокручу читая объявление у меня сбоку показывается дополнительно какое-то объявление рекламное можно может быть и при прокрутке она исчезает соответственно я могу кликнуть по изображению и перейти внутрь данного объявления и соответственно здесь уже выскакивает видите красиво другое объявление и давайте разбирать настройки именно для диджей класса fields предложение объявлений диджей класса fields отключить включить но соответственно включить следующая категория здесь читайте подсказку в принципе на ваше усмотрение я включу да следующий регион если для региона тоже нужно показать объявление только из текущего региона сортировка по наиболее популярные то есть объявление да как показывать источник все объявления объявления пользователя избранное объявление то здесь можете выбрать я оставлю все объявления тип фильтра категории включить исключить соответственно если включаем вы видели у меня здесь ничего не задано но мы можем задать конкретной категории наших товаров также регионы выбрать типы айди объявлений айди пользователя читаем вот здесь подсказках я думаю здесь все понятно также можно выбрать только оплаченные объявлений из продвижения если специальная первичная жирная а если вы не понимаете о чем идет речь вот сейчас то вы должны понимать настройки компонента вот этого диджей класса fields если вы его не видели не знаете о чем это то естественно вам вот это вот будет здесь непонятно это уже информация для тех подчеркиваю кто знает этот компонент и с ним работает соответственно похожие здесь настройки показывать изображение да нет естественно показывать показывать изображение по умолчанию изображение объявлений по умолчанию изображение из категории соответственно эта опция показывать иконку по умолчанию если в объявлении нет изображений здесь как бы на ваше усмотрение выбирайте то что вы хотите только объявление с изображениями то есть показывать объявление только с изображениями тип изображения средняя Маленькое, большое. Ну вот стоит среднее, в принципе, нормальное. Со средним смотрится. Текст, заголовка, объявление DJ Classy Fields. Соответственно, это то же самое. Текст, который вот здесь. Настройки несложные. Мы рассмотрели с вами все настройки касаемо компонента DJ Classy Fields. У нас с вами остаются настройки предложений модулей. Чтобы проверить, как это работает, мы идем с вами в модули. Расширение модули. Создаем HTML-код, например. Я уже создал. Как-то называем. Здесь что угодно. Текст, картинка. Я повесил просто картинку на всех страницах. Самое главное здесь указать вот эту вот позицию. Она в подсказке показана. Вот как здесь у меня сейчас. Сохранить, закрыть. И там же показывается на страницах и материалов. Вот вы видите тесты, картинка. Это уже показывается во всплывающем окне HTML-модуль. И, соответственно, в объявлениях показывается тоже. Вот данная картиночка. То есть это HTML-модуль. Здесь еще можно что сделать? В плагины перейти. Перейти в наш плагин. То есть вот здесь вот показано, что нам нужно вот эту позицию модуля указать. То, что сейчас вы видели, я это сделал. Соответственно, здесь, если несколько таких модулей, порядок позиции, то есть какой первый, какой последний заменить, перезаписать. То есть это просто создайте еще один модуль вот с этой позиции, поиграйте с этими настройками и увидите разницу. Ну и стиль модуля, если как-то отображается, там не очень стиль модуля. У меня стоит вот этот первый. Можно выбирать, посмотреть, как будет лучше. Но я смотрел, особой разницы здесь я не увидел. Вот такой вот плагин. Если бы он работал только со статьями и с модулями, он был бы не особо интересен. Я думаю, он многих заинтересует. Те, кто использует компоненты DJ Catalog 2, а в особенности DJ Classy Fields. Возможно, K2 или Easy Block. Я надеюсь, урок был для вас интересен, понятен и полезен. Я с вами не прощаюсь. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok